Добрый день, уважаемые коллеги. Особенно приятно, хотя я не вижу, но я надеюсь, что слышит Татьяна Владимировна Цивьян. Хотелось бы очень сердечный привет передать ей из Риги, от тех, которые ее знают и ценят, и, конечно, всем остальным участникам конференции. По отношению к культурным, также и к другого рода контактам между СССР и Латвией предвоенного времени применимо противопоставление свой и чужой. И даже очень мифологизированное восприятие друг друга. Для граждан СССР Латвия была буржуазная белая страна, а для основной массы латышей Советский Союз в 20-30-х годах оставался terra incognita. Поскольку поехать свободно, как в другие европейские страны, в СССР не было возможности. Но страны соседствовали, дипломатические представительства работали. И в первом слайде как раз латвийское представительство изнутри, как оно выглядело в 30-х годах с видом Риги. Сейчас совершенно другой дизайн. В СССР проживало по меньшей мере 150 тысяч латышей, появившиеся там с конца XIX века в поисках свободных земель, а также рабочих мест в Петербурге, Москве. Еще часть там осталась после Первой мировой войны. В Латвии же основалось на жительство часть эмигрантов, русских эмигрантов, спасавшихся от режима большевиков. Точная цифра их неизвестна, поскольку до войны получение гражданства Латвии было делом легким. Известно лишь, что к середине 30-х годов в Латвии проживало около 4 тысяч русских с паспортами Нансена и примерно 2500, как и иностранных подданных, остальные граждане. Основное представление о жизни в СССР граждане Латвии черпали из советских фильмов. Хотя львиную долю импортированных фильмов составляла продукция США, Германии и Великобритании, популярны в 20-е и в 30-е годы были в Латвии и советские фильмы, такие как «Аэлита Протазанова», «Путевка в жизнь Николая Эка», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Александрова», «Чапаев», «Васильевых», «Гроза» и «Петр Первый», «Владимира Петрова», «Песня о счастье», «Марка Донского», «Лунный камень», «Адольфа Минкина» и другие. Фильм «Броненосец Потемкина» из Эйнштейна Латвийский цензурный комитет в 1926 году оценил, как цитирую, «отвратительные с эстетической точки зрения и вредные для воспитания» и запретила. Несколько лет позже все же разрешила к показу. Была возможность знакомиться и с новейшей советской литературой, но в основном представление о культуре советов складывалось из того, что предлагали институции с СССР, а предлагали в основном то, что соответствовало советской идеологии. Правда, русские эмигранты издавали также замалчиваемую в СССР литературу, но ее влияние по сравнению с завораживающими советскими фильмами в Латвии было ничтожным. На рубеже 20-х и 30-х годов Латвия, как и множество западных стран, пережила тяжелый экономический кризис. В обществе росла необходимость разного рода в современных сказках с счастливым концом. Тем, которые пострадали в кризисе, тем, которым не нравился курс государственной, я имею в виду Латвии, унификации, стало казаться, что есть государство, где существует рай на земле, а именно СССР. Такая точка восприятия доминировала среди членов Латвийской социал-демократической партии и сочувствующих ей, среди которых были видны писатели, художники того времени. Даже писатели правого толка в выборе между двумя грозными силами СССР и Германией отдавали предпочтение первое. В этом случае решающую роль сыграла многовековая ненависть к германскому доминированию в Балтийском пространстве. Если по Германии каждый мог разъезжать свободно и сам составлять впечатление, то о жизни в СССР узнавали в основном, как я уже говорила, по советским фильмам и литературе. Мнение в большинстве складывалось не в пользу Германии, особенно это относится к 30-м годам. Изучение культурных контактов. Послевоенное время, вплоть до хрущевской потепели, о предвоенных культурных контактах между советами и Латвией не упоминали. Начиная с 60-х и по 90-е годы прошлого века включительно, 80-е годы включительно, об этом писали неоднократно, но с большими купюрами. Так ни словом не упоминалось, почему большинство латышских писателей, художников, проживавших с СССР, ушли из жизни в одном и том же 1938 году. А год смерти сравнительно большой части писателей и художников в Латвии – 41-й, то есть год советских депортаций. После восстановления государственной независимости, то есть после 1991 года, данный пробел, связанный с обстоятельствами репрессии, был в какой-то мере восполнен, но в основном усилиями историков. Но пока весьма недостаточно. Первое исследование, основанное на документальных источниках, появилось уже в 1987 году. Статья Майи А. Булыни «О деятельности латышского общества культурного сближения с народами СССР». Более развернутое исследование вышло в 2015 году, то есть не так давно, и принадлежит Перу историка и политолога Бонифация Даукшта. Фокус внимания тот же. Латышское общество культурного сближения с народами СССР, ее партнер со стороны Советов, всесоюзное общество, культурные связи с заграницей, или сокращенно ВОКС. В более широком контексте вопрос культурных контактов между СССР и западными странами рассмотрена австралийская исследовательница Людмила Эстерн в монографии «Западная интеллигенция и Советский Союз. 20-е и 40-е годы». Как английский, так русский вариант имеется. Людмила Эстерн пытается понять, что привлекало западных интеллектуалов в коммунизме 30-х годов через опыт своей семьи. На ее дедушку, шпионившую в пользу СССР, цитирую Эстерн, сильно действовала революционная романтика, пафос советских фильмов. Броненосец, Потемкин, Чапаев, герои которых жертвовали жизнью ради создания нового, лучшего мира. Культура, как многие считали на Западе, стала в СССР необходимым элементом жизни, а художники и писатели – неотъемлемой частью общества, инженерами человеческих душ. Советский Союз, который дал миру кино Эйзенштейна, театр Мейерхольда и поэзию Маяковского, виделся как авангард мировой культуры. Такое же восприятие с СССР во многом относимо и к части латышской интеллигенции 20-30-х годов. Культурные контакты с советами, как казалось, была вещь из приятных. Тем более, что советская сторона, в отличие от западной, умела энтузиастов щедро отблагодарить, издавая их книги большими тиражами, платя авторские гонорары в долларах, организуя бесплатные поездки по достопримечательным местам Союза. Некоторые из латышских энтузиастов прожили благополучно и после советской оккупации 40-го года, получая портфели в министерствах или других советских учреждениях. Но не вся часть была депортирована или расстреляна, часть спаслась, эмигрируя на запад. Идея регулярного культурного сотрудничества поступила в Латвию в 1929 году от Вокса, которым в то время заведовала Ольга Каменева, сестра Троцкого и прежняя жена Каменева, расстреляна, просто напомню, в 1941 году. В Воксе по развитию зарубежных культурных связей принимали участие люди, непосредственно связанные с культурой, как Маяковский, Прокофьев, Шостакович, Эйзенштейн, Редбург, ну, заворожительные имена. Рука об руку с представителями Вокса работали аккредитованные в Латвии корреспонденты ТАСС. У Яниса Страуянца, активного участника революции 1905 года, одного из основателей Каментерна в Латвии с прежних времен оставалось много знакомых, поэтому проблемной айти, поддерживающей контакты с СССР, у него не было. Он был страуянцем, был в Хоши, в Латвийские, литературные круги, левоцентристского толка, но при этом выполнял не только корреспондентские, но и разведывательные функции, как и многие другие, расстрелян в 1938 году. Но свою лепту в культурном сотрудничестве двух стран все же он успел внести хотя бы одно упомяну. Его усилиями на русском языке появился перевод пьесы Райниса «Ясиф и его братья», изданные в Москве в 1935 году. Во второй половине 30-х годов через российское посольство ИВОКС началась уже более прямая обработка и вербовка агентов влияния в слоях латвийской интеллигенции при посредстве советника посольства СССР в Латвии Ивана Чичаева, он же резидент советской разведки, а также первого секретаря посольства СССР в Латвии Михаила Ветрова. Последний, то есть Ветрова, объединял работу секретаря с работой представителя ВОКСа в Латвии. Но началось все без Чичаевых и Ветровых усилиями самих латвийских писателей и художников. 10 апреля 1929 года в Риге было создано общество культурного сближения с народами СССР. Культурала, стувинашна, с бедрии Борес Пере стал там. Следующим председателем выбрали поэта и драматурга Иоанна Райниса. К сожалению, он в сентябре того же года умер. Новым председателем стал прозаик Павел Розейтис. Автор бичующего обужуазную мораль романа Цеплес и пропагандирующих «Свободную любовь» рассказал. За последнее он должен был оправдываться и был оправдан в суде, в латвийском суде, где, среди прочего, он сказал, цитирую, «художник должен быть смелым и рискованным. Никакие моральные догмы не должны его связывать. Только красота должна быть мерилом всех ценностей. Мои рассказы действительно аморальны и бульварны, но вместе с тем они имеют будущность». По-видимому, Розейтис усмотрел в СССР идеал свободных сексуальных отношений и идеал мечтаемой им свободы. После преждевременной кончины Розейтиса в 1937 году делами общества стал управлять писатель и художник Янис Яунцу Драбинич. А после него актер и режиссер Эдуард Смильгис, один из известнейших режиссеров также послевоенного времени в Латвии. В 1940 году незадолго до оккупации во главе общества усилиями уже усилиями Чичаева и Ветрова был поставлен известный в Латвии ученый-химик, а по совместительству и советский агент Арвид Скалниндж. В том же году общество ликвидировали. Каковыми представляли задачи общества, входившие в нее латышские писатели и художники. Райнис уже вначале настаивал, чтобы общество занималось культурными контактами с народами СССР, а не с государством СССР, что и нашло отражение как в названии общества, так и в начальном периоде ее деятельности. Глубоко заинтересован Райнис был в восстановлении контактов с белорусами. В детстве в Латгалии он слушал белорусские песни, белорусскую речь. В 20-е годы он способствовал собиранию белорусского фольклора в Латвии. В 26-м году Райнис в качестве почетного гостя посетил Минск по случаю открытия Академии наук Белорусской СССР. Познакомился там с Янкой Куполой. Три года спустя в 29-м году в Риге были организованы Дни культуры Белоруссии. Замечу, что у белорусов в Латвии до войны было 40 начальных школ, две гимназии в Латгалии, периодика на белорусском, два театра и несколько культурных обществ. Начальный курс общества культурного сближения с народами СССР не вызвал энтузиазма со стороны ВОКСа и советского представительства. Иван Миницкий в 30-31 году генеральный консул СССР в Риге в донесении Москвы писал, что общество судя по названию и работе желает культурного сближения с народами СССР, а не СССР. Надо что-то делать. Без ответа в 30-е годы остались просьбы представителей общества о визитах Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Станиславского, Мейерхольда, а также советских артистов латышского происхождения, певицы народных песен мира Ирмы Яонзем, которая исполняла, если я не ошибаюсь, народные песни на 50 языках. Приглашался также режиссер латышского происхождения, работавший в Москве Теодор Амтман, расстрелянный в 1938 году. Ирма Яонзем приглянулась рижским ценителем народной музыки уже в 1929 году, хотя она была выездной, но в Латвии ее не пустили после этого вплоть до 1940 года. После оккупации в июле 1940 в Риге состоялся большой и во многом показной концерт советских исполнителей. Ирма Яонзем спела несколько русских, латышских народных песен, а также советские патриотические песни, но была воспринята уже слушателями крайне мере как отзывы как представительница уже коммунистов. После войны в 1946 году она приезжала в Ригу с концертом еще раз. В интервью она сказала «В Риге я чувствую себя как дома, хотя я владею десятью языками, самый близкий для меня родной латышский язык». Замечу, что Ирма Яонзем родилась в Минске в семье латышских колонистов, училась пение, стала жить в Москве, участвовала довольно активно в культурной жизни московских латышей. После массовых расстрелов 1938 года чудом осталась жива. От Яонзем обратно к латвийскому обществу культурного сближения с народами СССР. Реакция на основание общества Латвии в основном была позитивной, исключая газету «Правого толка», эта газета называлась «Латвийс», где была опубликована статья, кредо которой, цитирую, «Культура – это только средство советской коммунистической пропаганды». Конец цитаты. В статье прозвучал также вопрос к участникам общества. Почему они молчат о расстрелянных в России в 21-м году большевиками Николае Гумилеве и публицисте Николая Ивановича Лазаревском? Почему общество не реагирует на вызвание русских писателей, обращенных к западному миру, помочь против диктата советской власти? Статью эту сочли не стоящее внимание и деятельность по культурному обмену набрала обороты. В 34-м году состоялась представительная поездка группы латышских журналистов и писателей в СССР, о которой впоследствии писала и латышская пресса. В поездке участвовал и поэт правого толка, хороший поэт, но явно правого толка Эдвардс Вирзе. Возвратившись, он написал о своих впечатлениях по Москве, Ленинграду и Крыму. Среди прочего, он пересказывает разговор с представленным к ним куратором, который на вопрос о Боге якобы ответил, цитируем, «Для чего нам Бог, если у нас есть ЧК, которая всегда на чеку, чтобы в СССР все было в полнейшем порядке. Наша диктатура усеяна глазами, которые видят все и всех. У нас нет свободы мысли, но у нас есть что-то повыше этого. Государство будущего, которое мы строим». Конец цитаты. Эдвардс Вирза не разделяет восхищение о Советском театре, замечая, что актеры, да, превосходные, но репертуар, значит, имеется в виду репертуар 1934 года, но репертуар, по его мнению, устаревший и однообразный. Ему понравилось в музеях, в советских музеях, но вызвало недоумение почему искусство интерпретируется терминами экономики. Вирзе посчастливилось умереть в 1940 году за несколько месяцев до советской оккупации. Все советское время его имя и произведения были под самым строжайшим запретом. Среди участников можно следующий слайд. Среди участников общества по культурному сближению встречались и такие, которые или за деньги или добровольно сотрудничали с советскими органами. Среди них самая яркая фигура и, пожалуй, была Аустро Озуал Краузе. Общественный деятель и литератор, получившая тут она с подругой и хорошей художницей, русской эмигранткой, ее хорошей знакомой Александра Бельцова. Но Аустру Краузе называли латышской матой Хари. работала по слухам на несколько разведок, в том числе и на советскую. В 20-е и 30-е годы была меценатом искусства, спонсируя понравившиеся ей проекты, в том числе деятельность талантливых художников супружеской пары Романа Суты и ее жены Александра Бельцовой. Все трое были активными членами упомянутого общества. В обществе состояли также писатели, мечтатели, среди которых выделяется фигура поэта и переводчика Калевалы Линардс Лайтсенса. Линардс Лайтсенса. Он был депутатом Латвийского Сейма и руководителем фракции партии Рабочих и Кристиан 27-го по 30-е. В 27-м и 30-м году посещал СССР как участник конференции международных революционных писателей. Восторженные впечатления о первой поездке обобщены в его книге «69 дней в СССР» в 28-й год. В 29-м году вступил к компартии Латвии, но там не пришелся ко двору, поскольку в СССР жил его двоюродный брат Роберт Эйдеман и в 30-м году в Москве вышла избранная его работа, а с 31-го года стало выходить собрание сочинений пятитомное, ему казалось, что лучше эмигрировать в страну мечты, что он в 32-м году и сделал. Сначала лайценс в СССР был радушно воспринят, стал руководителем секции латышских советских писателей, выступил с речью на Первом Конгрессе советских писателей в 34-м году. Изгнание из рая было стремительным и трагичным. В 38-м году он был арестован и в том же году расстрелян. По воспоминаниям его жены Лайценс поддерживал товарищеские отношения с земляком Эйзенштейном, в основном же знался с номенклатурными писателями того периода, но приезжал и в Переделкино к Пастернаку с подстрочниками своих стихопорений и просьбой перевода их на русский язык. Что удалось кроме ознакомительных поездок в СССР все же сделать для ознакомления с культурами? Первое. В 32-м году в Риге на русском языке был издан сборник мечтаний и иллюзий, если так можно назвать, Латвия СССР с статьями уже упомянутого Павла Розеписа и ряда других латвийских авторов. Это книга хороших намерений. Второе. Производился обмен исполнителями музыки с обеих сторон. Приезжала в Латвию и неоднократно певица Валерия Барсова, один раз актер Василий Качалов, виолончелист Давид Ойстрах, но особенно рыжеской публике понравился лирический тенор Иван Данилович Жадан, солист Большого театра. В 37-м году вне памяти Пушкина в Риге в опере Евгений Онегин пели три прославленных тенора. Первым действий Жадан, во втором Лемешев, третьем Козловский. Исполнение Жадана вызвало нескончаемые овации публики. Его просили остаться из петь партии Фаусте и Ригалетта. Жадана пригласили также в Литву и Эстонию, но безуспешно. В Москве тем временем арестовали организатора его гастролей мутных, а также сместились до значки советского посла Латвии. Жадана не арестовали, но на выступление в Кремль больше не приглашали и ролей, насколько я знаю, почти не давали. Во время войны ему удалось спастись, эмигрировав во Франции. Третье. Довольно регулярно происходил обмен выставками художественных произведений. Уже в ноябре 29-го года в Риге любители искусств могли ознакомиться с советской графикой десяти разных советских художественных объединений. Среди представленных художников Дейнека, Тишлер, Луцис, Штеренберг, Лабас, Купреяно, Аксельрот, Павлино и другие. В то время еще, как кажется, не до конца утратившие своих прежних авангардных пристрастий. Но не обошлось там и без официозных работ. На выставку были в Ригу представлены аж четыре портрета Ленина. Пять лет спустя в 34-м году в Москве, если верить латышским источникам, с успехом прошла большая выставка латышской живописи. Ответным шагом в 37-м году была выставка, посвященная юбилею Пушкина, а также юбилейный вечер поэта в Национальном театре в Риге. В 39-м году была представлена выставка советских детских книг иллюстраций к ним. Билет стоил 50 сантимов, каталог с улыбающимся Сталином на обложке уже целый лад. Следует здесь упомянуть и выставку украинских графиков в Риге в 32-м году. Четвертое. Лебединая песня межгосударственного культурного обмена была выставка латышских и эстонских книг в 40-м году в Москве. Выставка открылась в мае за месяц до оккупации балтийских стран. Со стороны Латвии было представлено более 1700 наименований. Не обошлось и без бронзового бюста президента Карлиса Улманиса, правда, одного единственного. Пятое. Резюмируя беглый просмотр предвоенных культурных контактов между Латвией и СССР, пожалуй, можно сказать в следующий слайд, что это было путешествие между Сциллой и Харибдой. Уровни контактов варьировались, начиная с официального и коншая личными отношениями. И все они, как потом оказалось, были опасными. Особенно для многих латышей, проживающих в СССР, малейшей, пусть официальными властями разрешенный контакт с Латвией в 1938 году кончился летально. Прежние связи могли пригодиться, но могли и вредить также в Латвии после оккупации. Для одних это могло стать временным повышением, для других наоборот. Сколько человек, столько и судят. На вопрос, стоило ли рисковать репутацией, стоило наивно верить в возможность рая на земле, или стоило ли отгораживаться от возможных контактов с собратьями по искусству, литературе, невозможно ответить однозначно. Но ясно одно, хотя это и был путь между Сциллой и Харидой, без попыток к установлению культурных контактов, жизнь предвоенной Латвии и СССР была бы куда менее однообразной и замкнутой. В контактах явно, а еще больше тайно, доминировала политика, но была и культура. И, по-моему, это очень важно. спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok